Всем привет! Всем доброе утро! Мы тут с Эмили лежим. Я ее кормила только что. У нее очень классная прическа. У меня тоже. И что? У нас солнышко на улице выглянуло. Правда вот я сейчас смотрю и там туча идет. Прям такая большая туча. Как-то не очень охота дождик, потому что вчера весь день шел дождь, было пасмурно и такой, не знаю, день был какой-то. У нас вчера сонное царство было дома. Родители пошли погулять. И кстати у мамы есть такой браслет, который шоке отмеряет. И если на телефоне включить, там показывают, где они. Хочу сейчас проследить за ними. Блин, я сейчас подошла к телефону и там почему-то отключился блютуз и что-то почему-то ничего не записалось. Первый раз решили на телефоне посмотреть, проверить. Ничего не получилось. Вот и так они уже как бы полчаса гуляют, но время остановилось вот через три минуты почему-то. Вот смотрите, солнышко светит, а там такая туча. Ну кстати может и не будет дождя. Но ветер очень сильно холодный. Недавно в инстаграме делала вопрос-ответ, отвечала на ваши вопросы. И там было много вопросов по поводу Эмили, конечно. И был вопрос по поводу коликов. Я решила ответить на него так в видео. Спрашивали, есть ли у Эмили колики, как мы с ними боремся. Не могу сказать, что вот прям у нее точно есть колики. Да, у нее иногда болит животик. Прям, ну это чувствуется. Но это не каждый день. И я вот не знаю, зависит это от моего питания или нет. Но я вот поела на днях цветную капусту, и вчера она мучилась. Ну как бы не сильно, но заметно, что у нее прям беспокоит ее животик. Но я считаю, что это у всех детей. Это как бы они только родились. У них там пищеварительная система только приходит как бы в норму потихонечку. Поэтому сложно сказать, из-за питания это или нет. Но я все-таки, наверное, не буду кушать какие-то такие, знаете, фрукты, овощи, которые там бобовые. Ну может, если так чуть-чуть. Потому что очень хочется, чтобы она мучилась. Прям, иногда она отлично засыпает, все вообще хорошо. А иногда прям вот она так вот прям ножки поджимает, всяко там вертит, закряхтит. Прям, ну видно, что ее беспокоит животик. Ну и он немножко такой подвздутый. А иногда все отлично. Не знаю, от чего это зависит. И мы с этим никак не боремся, только делаем ей массажик. Не даем ей никакие там, типа, лекарства от коликов, ничего такого. Ну потому что, во-первых, не так уж и сильно. Во-вторых, я считаю, что это все не поможет. Это вообще все бред. Все должно у нее само там нормализоваться. Это все совершенно естественно. Поэтому не хочется ее лишний раз чем-то там, не знаю, пить, кормить и что-то ей давать не то. Вот такие вот дела. А так она спит. Малышечка. Спит сейчас на ручках. Ну, кстати, когда у нее беспокоит ее животик, то на руках она себя отлично чувствует. Кстати, напишите в комментариях вообще, интересно ли вам, если я там рассказываю что-то такое на детские темы. Потому что не всем, наверное, это интересно. Ну, так вот, знаете, мне кажется, иногда можно рассказывать. Кто это проснулся? Такой сладкий. Кто это? Ты спишь? Или не спишь? Губки вот так вот тут делаю, жду. Ничего, понять не может, где она. Где я? Я бы только проснулась. Не снимайте меня. Мы вышли на улицу погулять втроем. И такая тупая погода. Очень прям печет солнце. Прям такое... Прям на солнце тепло очень. Прям можно без куртки идти. Заходишь в тенек. Ну, хотя и на солнце тоже. Холодный ветер прям вообще. И я вот так вот только что шла. Мы сейчас зашли вот за дом. Здесь вроде поменьше ветер. Ну, просто забавно. Мы вышли. Я сначала в куртке одет был. А я пойду. Да, вот что-то жарко. Вернулись обратно, переоделись. Выходим, дубак на улице. А что за фигня? Ну, очень прям ветер. Не знаю, ледяной какой-то. Как будто он с океана смотрит. Да-да-да. Мне кажется, с гор. Там как раз снег. И вот вы видите, я как бы в очках. Потому что солнце... Дикое. Да. Эмили что-то не спит. Как-то ей на улице не нравится сегодня. Я вообще специально всегда Эмили перед прогулкой кормлю. Чтобы она либо спала, либо просто уже сытая, бодрствовала. Просто гуляла. Но как-то вот не всегда она в коляске. Спокойно. Лежит, спит. Ну, хотя бы два раза такое только было. Угу. Вот. Ну, сейчас ради успокоя вообще. Конечно же, мы пришли на почту. Как мы так? Мимо, что ли? Держи. Пройти. Держу. Что это? Не скажи, что это мне. Ах, вот так вот. А мне? Тебе ложь остальные песни. Ммм. Ну-ка, покажи нам, что там нам пришло. Я вообще не знаю, сколько всяких тебе не заказал с ebay, с amazon. И что, как бы, там все приходит в ближайшие дни. А, вот что это. Пленка для... Пленка для Instax Mini. Вот, вон, что она в упаковке просто так не в коровочке. Да, а сколько ты заказал? Одну. Тут просто 10 штук. Мы, кстати, здесь постоянно куда-нибудь ездили, брали с собой этот аппарат. Постоянно забывали, да. И запланировали про него. Но сейчас мы хотим... Эмили... Ой-ой-ой, остановились. Нифига себе. Давай-ка извозчик, вези меня. Вези меня, да. И, в общем, хотим сейчас почаще фотографировать Эмили. И вот на этот фотик, мне кажется, ну, там такие какие-то винтажные фотки, получается. Мне очень нравятся. Как старые добрыми времена на Polaroid, да? Да, да, да. Помню, в цирк ходили, и там был клоун и обезьянка. И, ну, нас фоткали на Polaroid и сразу отдавали фотографии. Ну, там или со змеей, допустим. С попугаем. Было такого утвердества? Ну, да, было. Только я не фоткалась. Ты что? Я против эксплуатации животных. Она, кстати, в детстве вообще не любила фоткаться, а сейчас постоянно фоткается. Я вообще ненавидела. Прям, знаете, вот детский сад... У нее все фотки есть с такой лицом. В детский сад, знаете, раньше приходили фотографы и фотографировали. Я никогда не улыбалась на фотографиях. Никогда вообще. У меня реально было такое даже, ну, немножко лицо такое, типа... Типа, что? Не буду я тут с вас сфотографироваться. Вот. Ну, потом что-то изменилось. И я даже помню, прям вот фотку, когда я такая думаю, ну, ладно, чуть-чуть улыбнусь. И у меня, знаете, такая немножечко улыбка такая... Прям чуть-чуть. Ну, потом я уже начала улыбаться. Потом появился инстаграм, да, в 2000-м, там один, там двенадцатом. И пошло-поехало. Кстати, может, реально чайник? Легкий чайник. А, да, легкий. В общем, я тут решила постоять на балконе, потому что Эмили как-то не хочет спать. Не хочет, в общем, она спать. А там холодно. Такой ветер, что вообще не очень. А здесь стоишь, ветра нет и жарко. Вот я стою в одной кофте, и мне прям хорошо пока стояло. Пришла еще одна пацанка, и мы не знаем, что там. Все-таки чайник? Давай открывай. Это же такой же... Нет, смотри, написано что-то другое на нем. Я не это заказываю. Да. Он как бы похож, но заказывал-то я не этот. Вот такой мы заказывали, да и розе. Это какой-то китайский... Айсок. Айсок. Что за фигня вообще? Сейчас посмотрели, этот чайник стоит 41 доллар, а мы заказали за 60. Супер. Ну, я думаю, что нам Амазон вернет деньги и заберет его, может, не заберет. Ну, короче, сейчас напишем им, посмотрим, как решится эта ситуация, но я думаю, что она быстренько должна решиться. Смотрите, какое у нас красивое новое белье. И оно, мне кажется, очень классно гармонирует с черным и шторой таким же цветом. Вообще классно, что мы его взяли. А еще и с лампой. Ну, прям вообще. Вот он, весь вид покажу. Отойди, пожалуйста. Вот он, наша комната. Мы сейчас с мамой будем готовить глазированные сырки, только они будут как бы правильные. Покажу вам рецепт. Вот рецепт взяла у Гариковой Саши. Нам понадобится пшенка. Мы ее, кстати, ни разу не варили. Первый раз с мамой будем ее варить. Сироп тампинамбура, лайм, кокосовая паста, рубечь, кокосовая стружка. И мы вот возьмем шоколадку какао. Какао-шоколадка. Нелогично. Ну, короче, чтобы полить потом шоколадом цирки. Вот рецепт. Если что, сохраняйте. Потому что мы сейчас делаем первый раз. Неохота сильно отвлекаться, чтобы хорошо все получилось. В общем, ну, вам так, чуть-чуть, немножечко процесса покажу. Пшенка у нас уже почти готова. Не буду открывать крышку, она еще готовится. Сейчас, наконец-то, воспользуюсь этой штукой. Я не знаю только как. Как она открывается. Сначала выдавлю туда лайм. У нас там цедры еще есть. Теперь туда всю пшенку надо поместить. Далее кокосовую пасту и сироп топинамбура. Так, ну что. Теперь нам надо это все включить и пробить до однородной массы. Ну что. Получается вот такая вот однородная масса. Ее сейчас надо вытащить и в морозилку на часик. Вот такая вот смесь получилась. Полежала она в морозилке. Сейчас буду из этого лепить цирки. Такие вот колбаски какие-то получаются. Теперь заливаем их шоколадом. Что-то мне кажется, мало шоколада. Не хватит на все. Их бы вообще прям сделать полностью в шоколаде. Сколько есть. Эксперимент. Как папа вчера сказал, экспериментальное блюдо. Эмилия хочет на ручки. Вот такие вот получаются сырки. Катя поставила их, ну, как бы застывать. И уснула просто вместе с Эмилией. Поэтому пробовать мы будем уже их завтра. Сейчас время 12.30. Ночью. Катя, мне кажется, спала часа два точно. Даже меньше. Какие меньше два часа. И мы уже пойдем спать. Будем с вами общаться. Все пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok